Привет, друзья! Мы наконец-таки в Одессе. Сегодня начинается пятый юбилейный фестиваль Лиги Смеха. Он совпал с днём рождения Владимира Зеленского. Собственно, мы с этим его и поздравляем. Это очень круто. Может быть, он даже планировал так, чтобы фестиваль, люди все приезжали именно на его день рождения. В общем, сегодня здесь очень много людей. По предварительным данным, около 300 команд зарегистрировалось предварительно на фестиваль. Думаю, будет очень круто. Мы сегодня пообщаемся со всеми, с молодыми командами, с известными комиками, с известными юмористами. Тех, кого увидели по телевизору и тех, кого вы, я уверен, увидите по телевизору. Мы увидим быт Лига Смешников. Просто повеселимся. И я надеюсь, что вам понравится. Давайте поехали. Итак, друзья, на фестивале много не только начинающих команд, но и, конечно же, настоящие профессионалы. Это гуру юмора, уже зубастые акулы, реприз и шуток, сборная Кременчуга. Вот эти ребята. Кроме этого Лиги Смеха, они еще участвуют в женском квартале. Вот звезда женского квартала. Лена Кровец. А, нет, это не она. Это Екатерина. Екатерина, привет. Привет. Ну, вот и мы и пообщались с сборной Кременчуга. Собственно, что они еще могут нам сказать? Как дела? Отлично. Вот, друзья, отличное интервью. Спасибо ребятам. Видно, что ребята давно в юморе, потому что интервью прям насыщено шутками. Это самое главное, самое главное в юморе. Сегодня в ОК Одесса очень много команд. Сегодня все собрались здесь. И, конечно же, конечно же, здесь новый ведущий Лиги Смеха. Все говорят, кто же будет вести Лигу Смеха, когда Владимир Зеленский станет президентом? Ответ прост. Конечно же, не этот человек. Но, возможно, Алиберт подскажет нам. Привет. Привет. Давно ли ты приехал? Нет, сегодня. Вы готовы к сезону? А кто сказал, что мы идем в сезон? Вы готовы? Это будет после эфира? Это будет? Когда это будет? Сейчас. Тогда не знаю, пойдем ли мы в сезон. Класс. Скажи, Альберт, для молодых команд на становление, вот когда у тебя рождается шутка, и ты не знаешь, смешная ли она, каким образом ее проверить? На зале. Давай вот сейчас попробуй, давай я скажу тебе тему какую-то, вот любую. Давай я скажу человек, и ты просто, вот эти люди, вот они, вот зал, вот смотри. И ты просто попробуешь, попробуешь назвать шутку, сказать шутку. Давай, шутка должна быть про, про холодильник. Мне нечего сказать людям. Все, я все сказал. Я два года, ну, я тебе рассказывал уже эту историю. Я два года не был в Стояновке, и у меня вот эта боль, у меня была боль, понимаешь? Там боль в речах, в словах. А вот тут подложишь лирическую и получится, ну, нормально. Почему? Почему ты не был в Стоянке, Вань? Ты забыл, какой ходит туда автобус? Лига Смеха, блядь. Ты не понимал, что между играми в Лиге Смеха есть перерывы. А тогда я писал на Лиге Смеха. Вот, друзья, вот человек, который отдается Лиге Смеха полностью. За это, конечно же, хочется его поблагодарить. Спасибо. Спасибо тебе, Ваня. Спасибо, что ты делаешь эту игру лучше. Все, ура. Не кричи, сейчас соберутся, все повернутся. Со временем появляются люди, которые хотят заработать на доверчивых Лига Смешниках, которые хотят заработать на дружеских чувствах, на любви к игре. И вот один из этих людей. Скажите нам, пожалуйста, сколько стоит эта кепка? Эта кепка стоит 600 гривен. Друзья, кепка стоит 600 гривен. Это все, что вам нужно знать про мерч в Лиге Смеха. Самое дешевое, что у вас есть? Самое дешевое у нас стикеры. Стикеры. Сколько они стоят? 80 гривен. Стикеры стоят 80 гривен. Друзья, загуглите, что такое стикеры и загуглите, что такое 80 гривен. Этот человек стал одной из главных причин вылета команды «Отдыхаем вместе» в одной четвертой Лиге Смеха. Он выступал за нас. Вы можете пересмотреть выступление с Надей Дорофеевой и «Звездных войн». Он никогда еще до этого с нами не выступал. И когда он вышел за нас на сцену, мы вылетели. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Проблема была не во мне. Проблема была не в нем. И он абсолютно прав. Конечно же, потому что проблема в чем-то другом. В чем мы разберемся. Главные хедлайнеры фестиваля. Добрый вечер, добрый вечер. Это, друзья, команда актеров второго плана. Можно ли говорить? Не снимайте, слишком популярные люди. Поэтому мы зарисуем вас. Давай мы зарисуем. Тут будет Брэд Питт лицо. А тут кого хочешь? Чуть-чуть Димы Зелинского. Дима Зелинского. Ну, известного юмориста Дима Зелинского. Мы зарисуем, чтобы тебе не было понятно. Итак, друзья, скажите, пожалуйста, как вы вообще решили пойти в сезон в этой Лиге Смеха? И не стыдно ли вам выигрывать у других команд, которые явно менее талантливые, чем вы? Честно, я вам скажу, нам не стыдно, потому что в нашей команде не ма Андрея Рыбака и Саши Степаненко. Того нам теперь проще это делать, потому что мы теперь будем фаворитами. Мы знаем, что многие команды уходят с этого сезона. И есть большой шанс попасть в телек. Есть огромный шанс. Ну, и великий шанс того, что Степаненко и Рыбак не будет в нашей команде. Мы очень на это надеемся. Друзья, если Степаненко и Рыбак смотрят нас, мы желаем им удачи. Это сборная актеров второго плана. Голосуйте за них на танцах со звездами. Дорогие друзья, Лига Смеха, интернациональная игра. И здесь как бы приезжают команды не только из Хмельницкого, Киева и Кременчуга. Но приехала также команда из города Как по маслу. Команда называется Баку. Очевидно так. Город, как по маслу, находится где-то далеко. Так, давайте посмотрим, как они репетируют. Спины Лига Смешников. Это самое интересное, что можно наблюдать. Самая тяжелая работа – это работа звукооператора. Она часто остается за кадром. Вот, посмотрите, как выглядит примерно выступление команды. Вот, на мониторе. Привет. Привет. Как у вас вообще подготовка? Супер. Когда вы выступаете? Сегодня. Показано. Знаешь, что обычно говорят, что главный в команде именно звукарь. Да, конечно. И сейчас, на самом деле, сейчас мы проверяем, насколько ты талантливый звукарь. Мы отвлекаем тебя, как можем. И проверяем, или ты правильно будешь озвучивать. Я смотрю и туда, и на вас. Ты где-то этому учился? Я пять лет этим занимаюсь. Поэтому для меня это легко. Отлично. Но пока все нормально? Все отлично. Лига Смеха объединяет людей. Олег Толстов. Человек, который когда-то привел меня в игру на три буквы. Это YouTube. Можно им, в принципе, и слово пиздец сказать. Поэтому КВН. И именно благодаря этому человеку я начал играть в эту игру. И сегодня команда тип и тип из города. Нет? Не почти. Мы не приехали. Мы полном состояли. Ну, в общем, это ребята, которые были у истоков КВН, когда начинал лично я. Привет, ребята. Привет, привет. Привет, ребята. Здравствуйте, Андрюшка. Привет, ребята. Привет, ты все выше и выше. Видно, что автор команды. Видите, он сразу шутку какую-то придумал. Привет, ребята. Добрый день. Видно, что почитатель творчества команды «Дыхай вместе». Ребята, скажите, что, каким образом вы решились, не приезжали, по 4 года не приезжали в Лигу смеха, и вот на 5-й фестиваль решились. Что поменялось? Пятый год, мы думали, юбилей, будет фуршет. Приехали, нас кинули, пап. Тут каждый год так, каждый год кидают. Я понял, но вот уже сегодня решили съезжать. Вот, собственно, только что мы общались с командами, которые приехали впервые на фестиваль Лигу смеха. А здесь человек, который, ну, судя по надкусанному бутерброду, явно здесь не в первый раз. Он как бы знает, что здесь самое главное. Веня из команды ветераны космических войск. Привет. Здорово. Как, вы уже заселились, зарегистрировались? Заселились, зарегистрировались, получили вот такие вот прекрасные футболки черные, да. Такие вот бейджики. Класс, класс. Давай фотку, покажите фотку, отлично. Я первый раз на фестивале с нормальной фотографией, так что... А, Веня, вы идете в сезон? Мы еще думаем, пускай это останется для всех загадкой. Загадкой. Я хочу попросить, чтобы вы не стучали в 430 номер, там спит человек. Пожалуйста. Отлично. Мы обязательно не постучим. Здравствуйте, друзья. Доброго дня. А любая вечера? Вы видите, на фестиваль Лиги Смеха приезжают не только молодые команды, но и опытные ребята, которые явно, явно хотят показать молодежи, как нужно играть в юмор. Конечно, без этого никуда. Досвид на любом уровне, он, конечно, потребен и молодым реконавцам, и более известным. Вы участвуете в Лиге Смеха? Первый раз. Первый раз приехали на Лигу Смеха. Вы уже зарегистрировались? Так, да. Как называется ваша команда? КАЧ. Клуб анонимных чиновников. Друзья, запомните этот выпуск, заскриньте вот этот момент, потому что совсем скоро, буквально через несколько лет, вы узнаете об этой команде, и она будет на всех экранах телевизора, и эти люди, уверен, будут разрывать украинский шоу-бизнес. Было бы дуже доброе, мы сподеваемо снасо. Здравствуйте, друзья. Вы не с Лиги Смеха? Скажите. Здравствуйте, друзья. У нас здесь небольшой репортаж, мы как бы пытаемся понять, как Лига Смешники вообще в целом готовятся к играм. Вы представляете команду Юра Прости. Вас зовут Юра? Нет. Кого-то из вашей команды зовут Юра? Нет, никого не зовут. Это креативное название. Скажите, вы первый раз на Лиге Смеха? Нет, это уже четвертый фестиваль. Четвертый фестиваль. Вы уже играли в каких-то оригинальных лигах? В израильской. Вы из Израиля? Нет, мы из Днепра. Если вы следите за Одесской Лигой Смеха, за Лигой Смеха в Одессе, то вот эти люди, с которыми еще мы играли в первом сезоне. Точно, точно, да. Вы на что делали. И вот они сейчас решили вернуться, да? Да, 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 конечно, конечно, да, да. Вы же не идете? Нет, не знаю. Значит, у нас есть шансов больше, правильно? Ну да, наверное. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что самое главное на фестивале, чтобы фестиваль прошел хорошо? И не только выступление, но и в целом, чтобы у тебя эта неделя или сколько, 8 дней? Забыть о проблемах, которые мы оставили там в Киеве и в своих городах и просто окунуться в атмосферу. Это самое главное. Именно окунуться, прям в голову и прыгнуть. Вообще забыть на 10 дней и думать о юморе, о друзьях, об общении и немножко об алкоголе. Чуть-чуть, совсем немножко, друзья. Можете думать на самом деле, но просто думайте, да? Да, да, конечно. Просто можно сидеть и думать об алкоголе. Самые стильные ребята только в Лиге смеха. Ну вы из Гринджайка, это я вас бачу. Отстань. Скажите, пожалуйста, вы, может быть, в прошлом байкер? Не в прошлом. Вы байкер? Нет, не байкер. Вы рокер? Я рокер. Вы слушаете рок? Странно, но да. Как это сочетается с Лигой смеха? Ну, любая субкультура, в любой субкультуре должен быть юмор. То есть, неважно, это рокеры, не рокеры, то есть, ну, даже для рокеров. И в любом юморе должен быть рок? Не всегда. То есть, смотря как зайдет. Но, в принципе, я думаю, у любого человека, который любит рок, должен быть юмор в жизни. Стоит подумать об этом, ребята. Стоит задуматься, потому что Лига смеха заставляет задуматься. Здоровоешься. Ты решил вернуться, да? Да, я никогда и не покидал в этот клуб. Скажи, самая стыдная история за все время пребывания на фестивалях Лиги смеха, какая с тобой произошла? Честно? Да. Переспал с официанткой. Одна женщина, девушка, девушка такая, знаете, фифочка, фифочка вся, да. Пришла заморозить себя в холодильнике и у нее получилось. Почему? Потому что она курица. Вот, добил, добил, есть. Сегодня за лучшую импровизацию, за лучшую шутку мы будем дарить бутылку вина. Будем? Можешь сразу отдать. Ну, я думаю, что ты фаворит, потому что я ни у кого другого не буду больше спрашивать. Хочешь, я еще тебя прикольну? Прикольни меня. Эльберт хочет нас прикольнуть. Эльберт, иди. Итак, друзья, рубрика 1993 год. Четко? Очень. Мы удивим в сезоне. Вы с этого начинаете? Ну, это, в принципе, концепт у нас такой. Мне очень нравится, мне очень нравится. И у нас меняется корреспондент. Пустите микрофон, здравствуйте. Дивите, сейчас мы возьмем интервью, потому что я бы так зрозумел, что Андрей Рыбак борет интервью у всех только меньше-менш известных команд. Вот сейчас мы возьмем интервью у тех команд, которые вообще не были в Лиге Смеха. Добрый вечер. Из какой вы команды? Ветераны космических войск. Чуть-чуть провтикали. Ладно, идемте дальше. Добрый вечер. Привет. Как вас звать? Михайло. Это Михайло. Михайло, откуда вы? Скажите, пожалуйста. Камениць-Подильский. Камениць-Подильский. Какого команды вы представляете на фестивале? 4х4. 4х4. Ну, как вы понимали, сегодня очень много команд будет, которых, возможно, вы знаете, возможно, не знаете. Каким гумором вы будете удивлять глядача именно Лиге Смеху? Не стандартным. А вот и тот человек, который создал YouTube, друзья, на самом деле. Смотри, мы хотели бы задать тебе вопрос. Вот ты часто светишься на YouTube, да, как бы снимаешь там свои всякие ролики, да, всякие ролики снимаешь. Давай, вот ты приехал на юмористический фестиваль, у нас, как бы, сейчас есть конкурс импровизации, лучшая импровизация, она получает приз. Бутылку авторского вина за 500 гривен. Смотри, надо сейчас, я сейчас называю вам... Я сейчас не правил, потому что я не буду. Смотри, я сейчас называю вам какую-то тему, предмет или человека, и вы должны сейчас быстро на него придумать шутку о нем. Окей. Текстовую шутку. Итак, давай, я говорю вам тему, нужно пошутить о... нужно пошутить о трамвае. В ролях или нет? Да, как угодно, это может даже миниатюры быть. Трамвай, это о трамвае, поехали. Добрый вечер, чому вы не платите за проезд? Привет, мы Варяты, из команды Варяты. Ну, тому у вас безкоштовный проезд у вас пильговый. Нет, просто уже уехал наш трамвай. А тогда я, значит, не все зрозумел в этой миниатюре. У нас проблемы с импровизацией. Мне понравилась твоя шутка, я уловил аналогию, что да, 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 но было бы интереснее, если бы было бы смешно. Здравствуйте. Я что-то должна сказать? Я вас знаю. Я вас видела, вы классная команда, мне нравятся ваши шуточки. Что-то еще сказать? Ничего можно не говорить? Я устала уже улыбаться. Спасибо огромное. Это было лучшее интервью в этой передаче. Мисту 0412, друзья. Для людей, не посвященных, а это, между прочим, одесский канал YouTube, 0412 это телефонный код Житомира. Ну, как бы, сенки бау, пожалуйста. Я, правда, рад вас видеть, ребята, у нас есть такая, мы сейчас к коллеге смешников, когда подходим, у нас есть рубрика, мы разыгрываем бутылку авторского вина, которая стоит, ой, больших денег. Автор. Автор, не знаю, автор, это человек за камерой. За лучшую импровизацию. Ну, то есть это должна быть любая импровизация какая-то юмористическая. То есть это может быть какой-то, да, прямо сейчас. Вот, то есть, да, на ходу, да, вот, давайте нам лучше, иди сюда, иди. Лучший импровизатор. Это может быть стендап, что угодно, что угодно. И лучшая импровизация получает приз этот. У нас уже был там Альберт из Николи Китмана, он рассказывал шутки, ребята. Я, взагалі, как бы народный артист будущий. Я спеваю пісеньки, там, віршики всякие разные. И вот это заработает народная пісня, вот это на ходу. На краю села Хатина, заглядав в вікно сусідка, а в сусідке є причина. Чоловік поїхав в Польшу. Ну, как бы там. А, это отлично. Ну, поїхав в Польшу, там люди працюють, а сусідка одна осталась. Ну, ей хочеться, как бы, ну, сексу. Сексу хочеться. Сусідка. Да, мы, конечно же, мы потом, мы подставим. Знаете, ребята, вот если ты готовишься целый год, идёшь к этому, побеждаешь, там, неважно, в региональной лиге, например, в Днепровской лиге. Ну, например. Например, да. Да, приезжаешь сюда, вот, самое главное, не забухать. Чуваки, не забухать. Всё, всё, всё это очень просто, не пей, хотя бы три дня не пей. Поэтому, по моему трезвому состоянию, я отвечаю, будем мы стараться идти в сезон, или у нас это получится, или не получится, не пей. Веня, у нас, если три дня, но не петь, у нас, это нормально, можно потерпеть. Но у нас просто есть приз, бутылка авторского вина, за лучшую импровизацию. У нас, как бы, вот мы там калиберту подходили к ребятам, там, из житомера. Лучшей импровизацией может быть что угодно, что угодно, шутка, реприза, всё, что угодно, всё, что тебе вздумается, поэтому давай. Сука, поделиться. Потрясающе. Это было смешнее, чем всё, что мы видели до этого. Вы спросите, зачем столько парней едут на фестиваль Лиги Смеха? Что они ищут здесь? Что они желают здесь? Вот и ответ. Желание самореализоваться. Вы поняли. Давай, паузу поставим, я пока сейчас самореализуюсь немножко, да, и потом придём. Пиво, секси, макароны, кач, чемпионы. Клуб анонимных чиновников. Мистер Золотоноша. Мистер Золотоноша, между прочим, место, в котором существует своя Лига Смеха. Да, у нас уже четыре сезона было, и присутствовал один плюс один, там приезжали, да. Ну, у нас досить, міський голова, він... Гагарин приезжал, то есть видно, что ещё с шестидесятых годов существует. Скажи, что не Юрка Гагарин. Не Юрка Гагарин. Не Юра. Тогда неинтересно, нам нужен шок-контент. Мистер Золотоноша, голова уже всем опикается, и у нас уже четыре сезона. И поэтому и нас сюда отправили, как на катор. Нет, нет, опять вы, опять Гринжек. Секунду привет. Почему вы меня используете? Импровизируй, импровизируй, шути смешно, Ваня. Ты же чемпион. Пошути. Вот, вот, вот. У меня горизонтальный бэдж. Горизонтальный бэдж где-то взял, хотя... Гринжек, на самом деле. Я рад видеть всех. Вот не знаешь, почему рыбак без удочек? Чемпион Лиги Смеха дважды, друзья, дважды. Без удочек без сапог, как он рыбу поймает? Рыбак без рыбы, не рыбак. Дважды, дважды чемпион. Идём, 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 сейчас проедем на люди. Давай. Смотри, рыбак без рыбы, не рыбак. Заметьте, что все эти люди потом на выходе будут получать от Вани деньги. Добрый вечер. Здравствуйте. Обычный человек, типажный на фестивале. Это человек другой. Ваня, скажи, какой-то лайфхак на фестивале. Как ты вообще, чем ты пользуешься какими-то лайфхаками на фестивале? Я стараюсь не жить в ОК Одессы. Лайфхак для всех. Чем это тебе помогает? Это мне помогает, ну, я два года хорошо играл в сезоне. Ты думаешь, если будешь жить в ОК Одессу, будешь хуже играть? Я так думаю. Ну, это не касается, там, тех, кто, ну, кто живет в ОК Одессу. Кто не играет в Леви Смерть. Вообще, это как, это как импровизация, это было гениально. Ну, на ходу в Польше сейчас, там наших много, они там пишут, мне, оце, оце, я вайбер, там, ну, это такая штука на телефоне, там пишут люди. Фэнсбук. 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 А оце, оце все, сейчас, оце ваше, это, как оно, инст, жа? Короче, грам. Ну, грам, грам ты знаешь, да? Грам ты знаешь. Короче, ну, оце, оце, грам, у меня немало оце, грам, ну, по сто знаю. Это лучший, это, пока это претендент на лучшую импровизацию, ребят. Альберт рядом не стоял, мы желаем, мы искренне, не, мы правда желаем вам удачи, я запомнил ваш номер, приду без камеры. А слушайте, авторские, это пиво авторские? Вино. Вино? Зараз уже несут уже. Сейчас все. Первая приватная броварня, я бачу там, авторские пишут, это не воно? Человек никак не может выйти из импровизации, но мы думаем, что у него получится к выступлению. Выдержка, яка у него. Самый большой лайфхак, это то, что мы поняли, что надо жить в гостинице. Именно здесь? Именно здесь. До этого вы жили на вокзале? До этого мы жили в квартире, в которой оказалось, нам обещали, что до нее будет 15 минут идти, а оказалось, что 15 минут надо было на такси ехать, вот. В Одессе все такие вот добрые люди. Все понятно. Скажите, мы хотим немножко о быте Лига Смешников рассказать, если мы можем зайти и посмотреть, как... Конечно! Как вообще Лига Смеха, как вообще Лига Смешники живут? То есть для многих людей интересно, вот они смотрят всех по телевизору, все красивые, накрашенные. Но поверьте, за этим стоит подготовка. Давайте посмотрим. Вот. Отлично, отлично, отлично. Вы заметите, вот здесь обувь, здесь пакеты с едой, друзья. Все как нужно. Здесь есть кола. Видно, что люди не пьющие, видно, что люди сидрают. Мы хотим, чтобы люди все видели, вот знали все. Давайте мы покажем, что здесь. Прекрасный, прекрасный интерьер. Видно, что гостиница готовилась, готовилась к приезду команд. В целом, в целом, вы здесь вдвоем живете? Да. Вдвоем живете, приходят к вам друзья лепетировать. Как вам кажется, немало ли места здесь? Как лучше, чем достаточно. Достаточно. Сколько у вас в целой команде? Четыре. Четыре, то есть еще двое, один здесь на табуреточке, и один здесь на этом кресле. Отлично. Что еще? Что еще можете показать? Где, как вы организовываете? Ну, что-то, может быть, где-то прячете какие-то, что-то, зубные щетки, да? Нет? Все? Вот, у вас очень чисто. На самом деле, видно, что люди играли в Израиль с коллегой смеха, потому что в Израиле там все организовано, чисто, их как бы приучили к чистоте. Смотрите, даже, видите, постель сложена, очень правильно. Это, между прочим, так и было. Очень правильно, геометрически, да. Если кто не бывал в УК Одессы, здесь так складывают. Ну, то есть, это, действительно, ты заходишь в номер, в новый, чистый, убранный, именно так и лежит все. То есть, видно, что вы еще не спали даже. Спит. Здравствуйте, привет. Здравствуйте. Проходите. Надо сильно? Ну, мы очень заняты. Очень заняты? Да, мы смотрим команду, готовим. Это финалисты нашей лиги «Женатики». «Женатики». Я тебя тоже. Там просто серьезный разговор и однажды... Видите, лига смеха? Лига смеха – это не только шутки и веселье, как бы и серьезная работа. Поэтому вон, команды готовятся. Покажи просто, как они готовятся. Все сидят, все напряжение. Спасибо, спасибо. Ты хорошо их отренактируешь? Не могу сказать, сейчас это решается. Мы не будем мешать. Да, если я буду покурить, все хорошо. Давай, и мы увидим. Да, давай, давай. Спасибо. Серьезная, серьезная подготовка. Серьезная подготовка, коллеги смеха – это самое главное. Потому что команды без серьезной подготовки не попадут в телевизионный сезон. А если они не будут готовиться, то тогда и незачем приезжать на фестиваль. Потому что нужно быть серьезными. Друзья, независимо от того, что на фестивале очень много веселого, очень много соблазн, которые хочется отведать, попробовать, погулять, выпить с друзьями, посидеть. Нужно не забывать про то, что самое главное в Лиге смеха – это юмор. И девчонки. За что ты ее любишь? Лигу смеха? Ну, я не прошел здесь первый год. Но это не помешало мне здесь охеренно потусить. И из-за этого я сюда вернулся. Поэтому Лига смеха – это не только состязание, а еще и круто проведенное время в классной компании. Четкий пацца за Лигу смеха, да? Да, и Мурафан тоже. Пятишка. Но только он уже не четкий пацца. Это Мурафан. Это другой канал совершенно. Это, знаешь, это уже после субтитров, когда никому не интересно. Это другой человек. Это вот это люди с Ютуба. Отлично, эта рубрика будет полностью без звука, потому что вряд ли хоть что-то из того, что сказали ребята, можно пустить в эфир. Да, фестиваль прекрасный, просто не напрасный. В Одессе снега нету, поэтому я тут. Короче, у меня есть, у меня есть, к чему стремиться. Я потихоньку, шажочек за шажочком, вот туда как-нибудь. Видно, что у человека еще начинающий канал у него от микрофона. Спасибо, спасибо, дядя Андрей, спасибо большое. Да, это такая команда в Хмельницком, там, по-моему, отдыхаем вместе. Вот Андрей был перед вами. Зарядо смена поколений, то есть, он молодой, я чуть уже постарше, как бы, я досвиденный учитель, народный учитель Украины. Ну, вы понимаете, что я, как бы, танцами, да, песнями, хотя читаю информатику, ну, на самом-то деле, реально читаю, там, JavaScript, там, Python, так и всякие, да. Ну, это, типа, я креп, но на английском языке там команды всякие есть. Не такие, как тут команды, ну, там, команды, ну, добре, передаю, привет передаю всем, тоже, там, Житомир, Ярпинь, я в Ярпинь, до речи, працюю. Это место, место под Киевом, короче, ося Киев, это... Киев, это футбол. А, вот что, да, вот что. Ярпинь, бачите, написано. Вот что, Ярпинь, Украина. Ну, эти два слова зачеркнете там все в трансляции. Конечно. Вот ты выступаешь сегодня? Нет, я завтра, никогда не выступаю, нет. Никогда не выступаешь? Ты просто приехал посмотреть на людей? Да, 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 очень много красивых ребят, ты хорошо выглядишь. Скажи, как ты относишься к тому, что вот ты достаточно популярный, не бывав на телевизоре, а многие люди тратят всю молодость на то, чтобы попасть в телевизор, стать популярным? Как ты относишься к тем людям, которые не умеют регистрироваться на Ютубе, не могут зарегистрировать свой канал и тратят 15 лет, чтобы играть в КВН, и потом их раз показали по телевизору, и их все забыли. Ну, я, во-первых, очень рад, что ты понял свою ошибку, ушел с Ютуба. Да. Ну, то есть шоу было хорошее, просто ты решил вернуться в Лигу смеха, чтобы через телек пойти, правильно? По Ютубу, ну, немножко другая тема. Напомню, что последний выпуск шоу, который я снимал на Ютубе, было именно с этим человеком. Подумай. Да, поэтому оно и закрылось. Поэтому подумай. Слушай, я нормально отношусь к ребятам, которые не регистрируются на Ютубе, потому что, чтобы ставить лайки, не обязательно быть зарегистрированным. А еще, это разные просто пути телек. Я нормально должен по человеческому отвечать. То есть, ну, логично. Телевизор – это телевизор, а Ютуб – это Ютуб. Я что угодно должен ляпнуть? Что угодно? Добрый день! Очень смешно. У нас есть победитель, друзья. Вот тот человек, который выиграл этот батл. Самая смешная шутка. Мне кажется, Саша отрастил бороду, чтобы никто не узнавал его из этого образа. Типа, я поменялся, я другой. А можно ему не показать, чтобы он не обиделся? Конечно, ты думаешь? Свод ко мне вышли. Андрей, привет, отдай день. Привет. Племя ошибок Дарвина, друзья. Саша, извините. Давайте уходить, потому что я тут денег должен дебить. Смотрите, короче, такая шутка. Значит, я только что подметил. Привезли тысячи презервативов на фестиваль. Вы знаете, да? Тысячи, да. Гуманитарная помощь привезли тысячи презервативов. Прям коробками. Но знаете, в чем парадокс? Да, парадокс в том, что 90% Лига Смешников это парни, понимаешь? Поэтому смотрите, что нам нужно делать. Нам нужно, либо мы что-то не знаем о тусовке, либо нам нужно искать девочек срочно. Либо? Тут либо третьего нет. Здесь либо-либо. Не знаю, не знаю, Андрей. Можно здесь сердечко будет? Мы очень долго искали этого человека. Прошло буквально около полчаса, с тех пор, как он показал нам свою импровизацию. И его уже нельзя найти. Видно, что человек серьезно, серьезно пытается ознакомиться с фестивалем. Но исходя из голосования, твоя импровизация выиграла. Всем спасибо за поддержку. Вот это все, напиток. Когда буду его вживать, то буду думками с вами, все, шановные смотрители. Раден быть рядом с вами. Аж слезы наращиваются. Вот это человек. Душа. 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 Дякую всем. Эквилибриум. Это книжка такая? Да, книжка. Да, книжка. Да, книжка. Да, книжка.